Преддверие отопительного сезона на площадке агентства по финмониторингу состоялось межведомственное совещание под председательством Дмитрия Малахова с участием министра финансов Мадзита Киева и председателя агентства по защите и регулированию конкуренции Марата Омарова. Обсуждены вопросы взаимодействия по недопущению сезонного удорожания и дефицита твердого топлива для населения. Агентством по финансовому мониторингу проведен анализ по трем крупным угледобывающим предприятиям, поставляющим основной объем твердого топлива на внутренний рынок и выявлены риски непродуктивного посредничества и необоснованного удорожания угля для физических лиц. Сегодня мы собрались с вами, чтобы объединить усилия по наведению порядка на рынке угля. Имеется прямое поручение главы государства. Это действительно острый вопрос и мы должны здесь оперативно реагировать, не дожидаясь поручения администрации президента. Ежегодно осенью в период отопительного сезона наблюдается удорожание и дефицит твердого топлива для населения и госучреждений. Кроме того, агентство по финансовому мониторингу с комитетом госдоходов проводит мониторинг угледобывающих предприятий на предмет исполнения налоговых обязательств и искусственного увеличения своих расходов для уклонения от уплаты налогов. Еще одним немаловажным вопросом является закуп угля госучреждениями по завышенной цене. Стороны нацелены на выработку мер по сокращению излишних бюджетных трат. В первую очередь в отопительный сезон, конечно, вопрос имеет очень высокий социальный риск. Антимонопольный орган совместно с Агентством по финансовому мониторингу и Министерством финансов готовы, в первую очередь, ликвидировать посредников, оптимизировать расходы для населения. И в ряде системных мер, которые мы сегодня обсуждали, это контроль над товарными биржами. Министр финансов Мадита Киев подчеркнул, что на рынке каменного угля наблюдается множество посредников. В целях их исключения будет проводиться мониторинг и в случае наличия оснований будут инициированы комплексные проверки. Работа такая проводится из года в год, но в текущем году совместное усилие трех ведомств, работа будет переориентирована, будут взяты новые направления работы. В том числе Министерством финансов совместно с Акиматами будет проработано, чтобы уголь покупался непосредственно у самих производителей, исключились посредники. Кроме того, дорожная карта предусматривает проверки со стороны имитета государственных доходов. Поэтому в рамках этой дорожной карты будем настроены работать. По итогам встречи подписана дорожная карта с конкретными мероприятиями и сроками исполнения. Целью которой является исключение фактов искусственного удорожания и дефицита социального угля для граждан. Валихан Толгатов, Айконакпарат.